В эфире новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Всем отдыхающим включено стоимость пребывания и они здесь проводят достаточно большое количество времени. Анапа-курорт круглый год, что предлагает санаторный комплекс города в межсезонье. За нецелевое использование земельных участков предусмотрен административный штраф. Скупой платит дважды. Нарушителям земельного законодательства грозят солидные штрафы. На данный момент судоводители стали более адекватно относиться к нашим требованиям. Безопасность на море в надежных руках. Государственной инспекции по маломерным судам исполняется 14 лет. И начнем с главного. Предоставление жилья по договору социального найма, выдача технических условий на подключение к воде. Глава Анапы Юрий Поляков провел личный прием граждан. Он поручил решить проблему подтопления в одном из районов станицы Анапской, а также помочь жителям провести газ в многоквартирный дом. Надежда Земскова и Антонида Еремина живут в Цибанабалке. В их доме 37 квартир, но нет газа, а следовательно и отопление. В эксплуатацию здание ввели еще в 2015 году. По словам жильцов, в договоре с застройщиком такой пункт есть, но по факту он не выполнен. Газовики ведут внутреннюю переписку по поводу врезки в газопровод. Администрация со своей стороны направила письмо с просьбой ускорить процесс. Глава курорта поручил ответственным службам досконально разобраться в вопросе и оказать содействие жильцам. На улице в станице Анапской, где живет Светлана Сильченко, подтапливает несколько домов. Как говорят специалисты из-за массовой застройки. Возникшую проблему могла бы решить прокладка ливневой канализации. Однако, по словам главы курорта, проект достаточно затратный. В ближайшее время его реализовать невозможно. Мы на все согласны, но давайте сделаем так, чтобы хотя бы вода не попадала в дома. Не говоря уже в огороды. В дома попадает вода? Попадает. Юрий Поляков поручил представителям управления ЖКХ вместе с депутатом по Анапскому округу выехать и уже на месте продумать схему отвода воды в зоне возможного подтопления. Экономия на земельном налоге чревата издержками, напоминает в управлении муниципального контроля администрации курорта. За неделю специалисты осмотрели более 100 объектов. Разница в размере налога получается, если собственник участка возводит коммерческий объект, открывает магазин без изменения назначения участка с жилого на коммерческий. Выявить это можно, сопоставляя реальность с картой Росреестра. Если речь идет о гостинице, то такой объект потребляет ресурсы, которые изначально не были заложены в планы поставщиков. Это приводит к дефициту тепла и электроэнергии. За нецелевое использование земельных участков предусмотрен административный штраф, если определена кадастровая стоимость земельного участка. Для физических лиц от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. В случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, штраф для граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Соответственно, для должностных и юридических лиц штрафы на порядок выше. Этого можно избежать, если в кратчайшие сроки привести назначение земельных участков в соответствии с фактическим использованием. Муниципальный контроль продолжит выявлять нарушения земельного законодательства. Напомним, в этот понедельник на общегородском планерном совещании глава курорта Юрий Поляков обратил внимание на то, что определенные механизмы для выявления таких нарушений есть в распоряжении поставщиков воды и электроэнергии. Он поручил водоканалу подготовить соответствующую информацию. Когда тех условий берет, он берет по ДЖС, прописано 1-2 человека, используется как гостиница. Все это легко проявляется по количеству потребления воды. В Анапу круглый год можно купаться под открытым небом в морской воде, совершить виртуальное путешествие по миру с полным погружением во всех смыслах. В зимний период 28 здравниц города-курорта принимают отдыхающих. 14 из них предлагают услуги в рамках специальной краевой программы. Подробности в сюжете. Специальный бассейн с несколькими гидромассажными зонами. Всего на территории санатория Урал их три. Здесь, в приглушенном свете, можно расслабиться в воде, соленость которой такая же, как в израильском мертвом море. На Новый год отдыхающих пригласят в путешествия по разным странам. Это очень похоже на термальный источник. Вода морская, можно выплывать из помещения, а можно заходить с улицы. Из комплекса бань со всего света, включая сауну и хамам. Есть даже собственная пирамида. Фонтаны не только для красоты. Они создают особый микроклимат, похожий на тропический. Сколько лет этой агаве, никто точно сказать не может. Говорят, много. Цветов, деревьев, кустарников не меньше сотни. Фактически, зимний сад, в котором гость сам выбирает, чем ему заняться. Независимо, что у нас, какая у нас погода на улице. Дождь, снег, либо это август месяц и жарко. Он всегда находится в приятном микроклимате. Это все не ограничено по пространству. Не ограничено во времени. Как рассказали в муниципальном управлении по санаторно-курортному комплексу и туризму, в межсезонье в Анапе открыты 28 здравниц. Юрий Коротких из Новосибирска. Работал инженером, сейчас на пенсии. Заранее поездку не планировал. Выпал случай. В Анапе впервые. Мы много пешком ходили. Пешком ходили туда, до Анапы. Вообще, все, конечно, чисто, благоустроено. Вот эти малые архитектурные формы, все это. А территория, территория. Вообще территория большая, ухоженная, чистая. Санаторию Эллада в этом году исполнилось четверть века. На территории есть часовня, строится новый корпус. Свой спортивный зал, лечебная база. Специальный прибор для лечения магнитным полем. Как говорят медики, полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях. Как и эта почти космическая капсула. Сухая углекислая ванна. Это похоже на электрофорез, только для суставов рук и ног. Для органов дыхания – соляная пещера. Для всех без исключения – бассейн под открытым небом с морской водой. Ее температура всегда 28 градусов. Заход в воду и выход прямо из раздевалки. Всем отдыхающим включено стоимость пребывания. И они здесь проводят достаточно большое количество времени. Мы варьируем площадью иногда зеркала, воды. Но работать мы ни разу не выключали из-за морозов. Такого не было. Эллада, Урал и еще 12 санаториев разработали специальные программы на одну, две и три недели. Их продвигают в том числе на краевом уровне. Специалисты отмечают, что анапская истина не только в вине, но и в минеральной воде. Фактор недооценен, а значит перспективы самые широкие. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Сегодня свой день рождения отмечает одна из молодых, но важных служб города. Государственной инспекции по маломерным судам исполнилось 14 лет в системе МЧС. ГИМС осуществляет технический надзор плавательных средств, а также обеспечивает безопасность людей на водных объектах. Каким оказался сезон 2017 и как личный состав готовится к зиме в репортаже наших корреспондентов. Сергей Ёлгин – один из старейших сотрудников госинспекции по маломерным судам. Работает с самого основания службы. Вспоминает, что тогда погони за нарушителями были привычным делом. Сегодня, говорит, ситуация заметно изменилась. На данный момент судоводители стали более адекватно относиться к нашим требованиям. Раньше были случаи, когда они просто-напросто пытались убежать. Были и погони, как говорится, и задержания. Сейчас как такового не происходит. Сейчас здесь идет активная подготовка к следующему сезону. Летом необходимо будет обеспечить постоянный контроль за плавсредствами, которые в огромном количестве появляются в море. Также предстоит освидетельствовать пляжной территории на предмет безопасности эксплуатации. На учете у нас состоит 115 пляжей и 28 из них детские. Поэтому оснащение этих пляжей, чтобы было безопасно для отдыхающих. Поэтому вот это основная задача в начале сезона. А в течение всего лета и в течение всего года мы ведем надзор за выполнение правил пользования маломерными судами. В зимнее время здесь проходят курсы для тех, кто хочет встать за штурвал катера. Илья Козыродев приехал в Анапу из Чебоксар на постоянное место жительства. Хочет получить удостоверение морского судоводителя. Принимают экзамены тоже в госинспекции. Этот вопрос поднимался мной давно, еще в другом городе. Я там сдавал соответствующие экзамены. Но в силу того, что начался ледостав, не смог сдать практические материалы, практическое вождение. Вот, приехал сюда, пытаюсь этот решить вопрос здесь, тут с ледоставом попроще, бывает пореже, вода потеплее. Сотрудники ГИМС ведут активную работу с жителями Анапы по разъяснению вопросов безопасности людей на акваториях. Особое внимание уделяется детской безопасности. В школах сейчас проводятся тематические конкурсы и викторины, а также инструктажи для педагогического персонала. Руслан Душевский, Анапа-регион. Центр защиты материнства «Анапа-мама» в этом году получил поддержку фонда президентских грантов. Этот проект был создан два года назад при храме Серафима Саровского. В ноябре добровольцы центра и активисты движения «За жизнь» провели акцию, в рамках которой прошли различные мероприятия. Автопробег «Анапа против абортов» и выставка работ, посвященных материнству. Этот круглый стол посвящен развитию сотрудничества между центром и городскими структурами. Она знает не все, и многие доверяют именно социальной защите, управлению здравоохранением. И мы хотим заручиться их поддержкой, помощью, их опытом, который у них огромный, колоссальный, замечательный, чтобы улучшить свою работу и наладить контакты с ними. За круглым столом сегодня представители здравоохранения, образования, социальные и молодежные организации. Главный вопрос – развитие партнерских отношений государства, церкви и общества с целью сохранения семей, сокращения абортов и помощи социальным слоям населения, нуждающимся в поддержке. Участники совещания пришли к единому мнению – сотрудничество необходимо. Некоторые уже сегодня готовы оказать поддержку центру. У нас есть Анапский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, где оказывают помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это и социально-психологические, и социально-педагогические. Там у нас работает очень много специалистов, которые в разных направлениях могут. Также дети могут там временно находиться, пока родители могут решить свои проблемы. Поэтому я надеюсь, что мы будем тесно сотрудничать и оказывать взаимную помощь. По итогам круглого стола было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут специалисты администрации города и общественники. Участникам комиссии предстоит выработать общую стратегию деятельности и создать план работы на предстоящий год. Внимание и экстренное предупреждение. По данным Краснодарского территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, с сегодняшнего дня ожидается ухудшение погоды, сильные осадки, ветер с понижением температуры воздуха в конце недели. Причина этому – выход циклона на территорию края. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает «Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности». А далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Она про регион.ру. Я с вами прощаюсь. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин